Субтитры сделал DimaTorzok Видео, конечно же, предназначено в основном для новичков, поэтому олдов прошу меня не троллить в комментариях, потому что я понимаю, вы и так все прекрасно знаете. Окей, погнали, смотрите, четвертая неделя, давайте посмотрим на задание и попробуем сделать колоду таким образом, чтобы одновременно выполнять и задание Весемира и задание Цири. Погнали, смотрите, первое задание от Весемира. Сыграть не менее 10 артефактов, за это мы получим 20 половинок корон. И мы, соответственно, давайте посмотрим, как можно сыграть еще параллельно 5 ловушек. Это задание от Цири. Для этого мы просто заходим в конструктор колоды, все как обычно, смотрим вот здесь вот ловушки, потому что мы хотим сделать одновременно. И видим, что ловушками у нас славятся, конечно же, кто? Конечно же, скетейли. И обращаем внимание на очень интересный факт. Все ловушки скетейли являются в том числе артефактами. Поэтому выбор на самом деле очень простой. Мы заходим в... Мы составляем новую колоду. Делаем, соответственно, фракцию скетейли. Кладем абсолютно любую карту тактического преимущества. Берем ловушки таким образом. Вот смотрите, все ловушки, которые у меня были, я добавил. И, соответственно, мы с вами еще берем артефакты. Каким образом можно отфильтровать артефакты? Да все очень просто на самом деле. Вот здесь вот в фильтре жмем артефакт и выбираем те артефакты, которые у вас есть в наличии. Я, соответственно, добавил там гром, добавил портал, чтобы вытащить там некоторое количество карт. И вот это я сделал не просто так. Почему? Потому что у меня есть такая дама, которая называется Глоиса. И, в принципе, можно даже постараться выиграть этой колодой, которую мы с вами сделаем под этот недельник. Усиление в виде грома, конечно же, под Глоису. И под Глоису я взял Махакамскую кузню, чтобы сыграть закалку, усилить ее на 5 единиц последним ходом. Все остальные карты кладем по желанию. В результате, смотрите, у нас получается вот такая вот колода. Вы можете на паузе ее просмотреть. Останавливаться на каждом, соответственно, на каждой карте я не буду. И скажу вам лишь одно. За один раунд, реально за один раунд, который я сыграл в режиме сезонного матча, вот здесь вот, я выполнил оба задания. То есть все достаточно просто. У меня заняло 5 минут составления колоды и 6 минут, соответственно, выиграть матч. В результате 6 минут мы с вами получили... Сейчас скажу 20 половинок корон и вот здесь вот 20, 40 половинок корон. Вуаля! Вот. С этим, я думаю, все понятно. Давайте перейдем к следующему заданию, который звучит таким образом. Добавить броню 10 раз. И здесь мы смотрим сыграть 3 сезонных матча. 3 сезонных матча, я думаю, я не буду объяснять, как вам сыграть. Почему? Потому что заходим в сезонку, жмем игру и играем 3 сезонки. Можно их отыграть, даже просто выложить одну карту, дождаться, когда сходит противник и пасануть. Этот матч вам будет защитным. Давайте посмотрим, как сделать колоду по добавлению брони 10 раз. На самом деле тут тоже все очень просто. И за буквально один матч я 10 раз добавил броню. Давайте посмотрим, опять же, кто у нас славится броней. Походим по фракциям. Очень много карт, которые умеют, соответственно, работать с броней у нейтралок. Это бандиты, машины. И посмотрим на остальные, давайте. То есть чудовище, нильфы, королевство севера, скайтели, скеллиги, синдикалы. Я остановился на скайтелях. Почему? Потому что давайте я вам покажу одну интересную вещь. Во-первых, мы можем сделать умение лидера Махкамской кузни, которая позволяет один раз сыграть закалку, которая добавляет броню. Обратите внимание, то есть вот нам раз броня, которую мы можем сыграть. Второй момент, почему это именно скайтели. Да все просто. У скайтели очень много краснолюдов. Ну, в принципе, у них в основном краснолюды. А есть вот такие вот карты, которые умеют усиливать дружеский отряд на 2 единицы. И если это краснолюд, ему также добавляется 2 единицы брони. Поэтому я добавил, соответственно, сюда еще вагенбург, как вы видите. Я сюда добавил мантилет, 2 штуки, которые каждый раз, когда вы играете, отряд добавляет броню вашим отрядам. И здесь на самом деле все очень просто. Кладем вагенбург, вокруг него кладем отряды. Сначала можно положить мантилет, в зависимости от того, что к вам придет. И всем остальным мы с вами, соответственно, работаем по тому, что у вас зашло. У меня есть возрождение, у меня есть неромантия. То есть при помощи возрождения можно сыграть любую карту до 9 единиц сброса. Опять же, которая может делать броню. А неромантия вытаскиваем абсолютно любую карту. Лютик тоже самое. Берем карту, играем карту. Защитником леса я пару раз сыграл. Один раз я сыграл закалку. То есть еще добавил броню. Дальше Ксавьер, который усиливается. И в быстром режиме я совершенно нормально за один ход. За одну игру я просто закрыл вот это задание по добавлению 10 раз брони. Поэтому вы можете посмотреть на эти карты, сделать себе точно такую же колоду и за 10 минут выполнить второй недельник. Соответственно, второй недельник из путешествия Цири. Погнали дальше. Так, здесь мы по броне с вами прошлись. Три сезонных матча, я думаю, все прозрачно. Дальше. Задание выиграть один матч в обычном режиме. Обратите внимание, что это должна быть именно рейтинговая игра. То есть если галка будет снята, то это задание у вас не зачтется. То есть обязательно играем в рейтинге. Это раз. И давайте посмотрим задание от Цири. Именно третье задание. Недельник третья от Цири. Создать не менее 15 отрядов. Здесь мы опять же заходим в колоду. Включаем фильтр. И смотрим, смотрим, у кого больше карт, которые умеют создавать отряды. Нейтралки. Вот смотрите, нейтралки вот эти подойдут любым. То есть авангард, он совершенно нормально раздвоится. Гигантское количество карт по созданию отрядов у чудовищ. Вот смотрите, там 4 трутня, 4 трутня. Это уже два раза сыграли 8. Съели яйца эндриаги, создали 3 трутней. Сыграли полуночницу, получили 2 крыс. Съели ее, получили еще 2 крыс. И вот полуденица. Опять же симбиоз. И соответственно личинка эндриаги. У нильфов, да, такие карты есть. Но их значительно меньше. Есть что-то у Скайотелли. То есть можно создавать добровольцев. Например, при помощи фрегатов. Скайотелли в основном создают этих юных дриад. Но это не так быстро, не так много. Да, конечно, можно создавать там эльфов-новичков. С Келлиги тоже мало карт по созданию. Поэтому я просто взял чудовищ. Взял, кстати, сразу же умение плоды Исгита. Ну, червяка, как я его обычно называю. И вот каждый ход мы еще можем создавать плод Гернихоры в любом из наших рядов. Я не знаю, не заметил. Но, скорее всего, это тоже будет засчитано. Почему я говорю не знаю? Потому что, опять же, это задание я выполнил буквально за одну игру. Для того, чтобы отработали вот эти вот наши карты. Смотрите, вот яйцендряги, например, я положил в колоду там карты, которые умеют поглощать. И вот здесь вот даже, видите, я не добрал до нуля. То есть вот Кейрон, Барбегас поглощение. Авангард сам себя размножает. Это нейтралка. Гарпи – это поглощение. Опять два поглощения. Личинка плюс один играет. Это две восьмерки. Полуденца двух крыс в ряду противника создаем. Дальше Дрягой воином, соответственно, поглощаем смежные отряды. Можно кинуть их между трутнями. И у нас еще создастся за это два трутня в том же ряду. Опять же, опять же, это создание отрядов. Ну, кикиморы можно и подъедать, соответственно, наших трутней, которых мы создаем. А полуночницы и накер здесь все прозрачно. Вот такая вот колода получается. Опять же, скажу, реально отыгрывается это все за одну игру. Вот, смотрите. Получается, мы с вами сейчас пробежались по всем недельным заданиям. Давайте откроем историю путешествия. И посмотрим, какие награды я заработал за 20 или 30 минут. Это история. Каждый ее сможет почитать. У каждого она есть абсолютно без ограничения. И давайте посмотрим, что будет. 2, 4, 7... Дальше 9, 11... 13 ключей. Дальше у меня открылся кикимор рабочий. Вот такая вот рамка. Сирена. Дали мне ведьмачку. И дали аватарку с выбритой головой. А вот, что могу сказать. 13 ключей за 40-30-40 минут. В принципе, это классно. Поэтому можете пользоваться теми сборками, которые я вам показал. С вами был Александр Лео. Канал Тактика Гвинт. Если понравилось видео, ставьте большие пальцы. Подписывайтесь на канал. Побед. Удачи. Пока. Пока.